Доброго дня! Сегодня хочу рассказать о таких аюрведических препаратах, как куркума и пажитник, или его еще называют шамбала. Хочу сначала немного о куркуме. Хочу опять-таки сказать самое главное, самую суть. Можно много-много прочитать о куркуме, какая она замечательная, полезная и масса вариантов применения. Но самое главное в куркуме то, что она замечательно работает с глюкозой в крови. Соответственно, для людей, у которых есть преддиабетическое или диабетическое уже состояние, для людей, у которых есть проблемы с поджелудочной железой, есть аутоиммунные заболевания, которые влияют на поджелудочную железу, куркума может оказаться очень полезной. Известно, есть очень много научных исследований по следам аюрведических рекомендаций. Достаточно много было вложено денег в такие научные исследования, где рассматривались эффекты и куркумина отдельно, и куркумы. Так вот, есть такие достоверные данные, что куркумин, это основное вещество, выделенное из куркумы, действует намного слабее, чем куркума цельная. Хотя сейчас очень популярно, и продают и на Айхербии, и в аптеках, везде можно встретить куркумин, как отдельное вещество, выделенное из куркумы. Но куркума работает более полноценно и более эффективно. И какие были полученные результаты? Полностью подтверждено все, что говорится в трактатах аюрведии о куркуме. Если говорить современным языком, то было выяснено несколько путей воздействия куркумы на организм человека. Во-первых, это то, что куркума понижает всасываемость глюкозы в кишечнике. При регулярном употреблении куркумы ежедневно понижается объем глюкозы, которая всасывается в тонком кишечнике. Соответственно, ее просто меньше попадает в кровь. А если еще сочетать это прием куркумы, точнее не прием куркумы, а прием глюкозы, вот сам процесс, когда глюкозу едят, принимать вместе в один прием с клетчаткой, например, с зеленью, которая содержит практически, она вся состоит только из клетчатки, то процесс всасывания глюкозы еще уменьшается. Дальше, воздействие куркумы на поджелудочное железо. Во-первых, известно стало, что способствует регенерации клеток поджелудочной железы, то есть восстановлению клеток поджелудочной железы, вещества, которые содержатся в куркуме. Во-вторых, известно стало, что куркума повышает инсулин и повышает чувствительность тканей к инсулину. Соответственно, для людей, у которых преддиабет и диабет второго типа, когда возникает инсулинорезистентность ткани, когда ткань становится нечувствительной к инсулину, и глюкоза плавает в крови, превращая ее в сироп, но при этом глюкоза, как главный источник энергии, не поступает в клетку, и клетка не может использовать энергию топлива, глюкозу как топливо, и человек страдает после еды сонливостью, усталостью, не хочет ни двигаться, ничего не может делать, кровь как мед у него, в ней плавает глюкоза, инсулина много, а рецепторы к инсулину не открывают ворота, скажем так, для глюкозы, для топлива в клетку, и клетка не вырабатывает ТТФ, не идет путь получения энергии из глюкозы, он не работает. Вот это состояние диабета, и диабета второго типа в частности, да, и вот куркума повышает чувствительность глюкозы, чувствительность наших клеток, рецепторов к инсулину, позволяет открывать эти ворота, плюс повышает сам инсулин, что важно для людей, у которых преддиабетное состояние, перед диабетом первого типа, когда понижается активность поджелудочной железы, и она начинает меньше вырабатывать инсулина, то есть актуальна и для людей с диабетом первого типа, и для людей с диабетом второго типа, это очень важно, глюкоза работает для обоих вариантов. Плюс она замечательно воздействует на надпочечники, и были эксперименты, которые показали, что кортикостероиды снижаются под воздействием куркумы, а это значит, что это стрессовое, снижается стресс, стрессово-подавляющее такое действие, и соответственно, опять-таки, не идет большого выброса глюкозы в кровь. Плюс у куркума, очень важно, воздействует регенерирующая, восстанавливает клетки печени, и самое главное, активирует, стимулирует гликогенез в печени, то есть образование гликогена из лишней глюкозы, которая была в крови. То есть это, опять-таки, идет правильный путь использования глюкозы, которую мы получили. Соответственно, повышается уровень гликогена. И вот все это вместе позволяет понижать уровень глюкозы в крови, позволяет правильно использовать ту глюкозу, которая в кровь попала, запасать из нее гликоген на случай, когда у нас длительное время не будет питания, не будет глюкозы в пище, позволяет правильно использовать глюкозу для производства АТФ. И, соответственно, человек получает энергию после употребления глюкозы, после употребления углеводов, а не сонливость там и потерю работоспособности. Теперь по поводу самой куркумы. Она бывает светлее, например, вот такой вот вариант, и бывает потемнее, например, вот такой вот вариант. Для сравнения поставлены. Так вот, потемнее она предпочтительнее, потому что часто куркуму, вот более светлые варианты, смешивают с мукой. И даже вот именно на этой упаковке написано не использовать без приготовления, то есть порошок в сыром виде. А на другом, например, варианте указана дозировка для приема внутрь. Поэтому куркума бывает разная. Надо смотреть, как ее рекомендует производитель использовать. Можно ли ее в сыром, неприготовленном виде принимать внутрь, или это смесь с мукой. Надо быть аккуратными, внимательными. Ну и прием, средний вариант, скажем так, я озвучу. После еды пол чайной ложки два раза в день, размешав в полстакана теплой воды. Или можно перед едой то же самое делать, по сути. Но это должно быть непосредственно сразу, потому что если вы примете, допустим, через час после еды, то может дополнительно упасть у вас еще уровень глюкозы в крови, и можно вызвать приступ у себя гипогликемии, то есть когда нехватка сахара возникает в организме. Поэтому наиболее безопасные варианты – это с теплой водой непосредственно до еды, или сразу, или во время еды пол чайной ложечки. Будут вопросы, отвечу поподробнее, кому и как, потому что есть тоже свои нюансы при ее использовании. Можно ее использовать и в блюдах, просто добавляйте пол чайной ложки, если семья не против, и в блюдо, когда вы что-то готовите. Единственное, надо правильно ее обжаривать на масле ги, либо добавлять уже в конце приготовления. Тоже будут интересы, можем поподробнее осветить именно использование куркумы в кулинарии, а не просто как лечебного средства. И есть еще одна такая смесь, еще одна такая специя, называется она шамбала, или пажетник. Выглядит она вот так, как камешки такие. Очень тоже она известна, и сегодня, и в тысячелетии используется как лекарственное средство, и как замечательная специя. Пажетник, семена пажетника. Его сегодня очень модно стало использовать и для похудения. Принимают его до еды, и вместо еды по-разному. Но самое главное действие пажетника на самом деле это эстрогеноподобное. Там есть фитоэстрогены, растительные вещества, которые по своей структуре похожи на эстрогены, гормоны человека. Соответственно, они как ключики к замку подходят к нашим рецепторам, которые предназначены для наших собственных эстрогенов, и занимают эти места. Имитируя действия эстрогенов, организму начинает казаться, что эстрогенов у нас больше, чем на самом деле. Эстрогены отвечают, соответственно, за все вторичные половые женские признаки, за объемы жировой массы. Это всегда округлость бедер, это объем груди, это первая половина нашего цикла гормонального. Нарастание толщины эндометрия, то есть это такой вот анаболический гормон, то есть гормон, который способствует росту ткани. Поэтому, я думаю, вы понимаете, да, какие можно сделать выводы. Для людей, у которых есть и так эстроген доминирования, лишний вес, различные процессы, допустим, увеличение эндометрии, миомы, эндометриоз, пажетник не подойдет. А, допустим, для мужчин, у которых также есть эстроген, просто в более низкой концентрации по сравнению с женщинами, анаболический гормон, эстроген, очень хорошо себя проявляет при наличии силовых тренировок. И, сочетая силовые тренировки с приемом баженника, можно хорошо увеличить объем мышц и нарастить мышечную массу быстро. То есть это вот малоизвестные эффекты, о которых сегодня говорится. Поэтому, если и говорить об использовании баженника для снижения веса, то мы, скорее, можем сказать, для правильной перестройки процентного соотношения жира и мышечной массы, для мужчин это замечательный будет такой эффект при наличии силовых тренировок, а для женщины это будет хорошо у тех, у кого есть недостаток эстрогена. Маловыраженная грудь, да, есть, допустим, излишний жир, но при этом гормональный сдвиг в сторону прогестерона. Вот в этом случае, если женщина включает хорошие силовые тренировки в свою жизнь регулярные, прием баженника даст ей сдвиг гормонального баланса в сторону эстрогенов, она станет выглядеть более женственно, более будут округлой формы, но это будет не за счет излишнего набора жира, а за счет того, что будет анаболический эффект на мышцы оказываться. И плюс еще повышается пролактин хорошо с помощью баженника, поэтому во время грудного вскармливания прием баженника будет давать замечательный эффект. Соответственно, здесь мы говорим о приеме, ну, обычно пол чайной ложки свежемолотых семян баженника пару раз в день до еды. Это может быть, например, приготовлена молотая смесь, например, дня на 3-4 в кофемолке смолоть эти семена, закрыть в ванночку с плотной закрывающейся крышкой и хранить в темном месте. Дольше, чем на 3-4 дня молоть не надо, потому что все-таки многое теряется, когда мы разрушаем семена в кофемолке, и лучше молоть вот на дня на 3-4. Ну, и еще раз, если вы не знаете точный свой гормональный баланс, хотя бы баланс между прогестероном и эстрогенами, то вот так вот просто бросаться и принимать пажетник для эфемерного такого эффекта похудения, который вы сейчас раскручиваете в сети, это опасно, потому что можно еще больше сдвинуть баланс в сторону эстрогенов, и, ну, ничего хорошего из этого не получится. В таком случае, если очень хочется похудеть, то уж лучше принимать куркуму, да, потому что она даст более ровный эффект, она, наоборот, способствует, мы говорили о регенерации клеток печени, и, соответственно, о печени, как главный у нас орган, который занимается выводом, ну, скажем так, неправильных гормонов, да, выводом излишка гормонов из организма. Если печень находится в не очень хорошем состоянии, то обычно всегда наблюдается гормональный дисбаланс у человека, и, приводя печень в порядок, мы можем уже одним этим помочь выводить излишек эстрогенов у женщины, если он у нее есть, и выровнять эстрогеново-прогестероновый фон, и уже это даст ей возможность похудеть, будет меньше удерживаться жидкости, будет меньше отеков, будет быстрее расщепляться жир, меньше будет всасываться глюкоза, и, соответственно, вот у нас опосредованно, косвенно куркума может дать такой вот эффект и снижение веса в том числе. Ну, а по поводу пажетника, еще раз говорю, это уникальные семена, замечательный эффект оказывает, но надо понимать, для кого и как его использовать. Вот это главное, о чем я хотела по поводу пажетника предостеречь и обозначить его вот уникальные свойства. Жду вопросов и надеюсь, что некоторая ясность у вас появилась по поводу двух этих средств.